На седьмую с начала года встречу Александра Лукашенко и Владимира Путина интернет-эксперты обиделись. Как и каждый раз подколов завидная регулярность. Юмор сомнительный, а вот зависть, эффективное сближение двух стран действительно может вызывать. Спокойное общение президентов, да еще и без галстуков, особенно должно раздражать тех, кто предрекал союзному государству экономическую асфиксию. У нас срыва практически нет. И развитие нашей экономики и вообще существование наших государств изменились резко даже за три месяца последних. Ну, нам предсказывали крах, гибель и так далее. Жизнь многообразна. Мы кому-то нужны, нам кто-то нужен. И мы нашли тех партнеров, которые с нами успешно работают, с которыми мы работаем и продвигаем экономику нашу. Непростой период. Мир вообще перевернулся, можно сказать. У нас с импортозамещением нормально получается. И на своих самолетах будем летать, и военных, и гражданских военных мы и так летаем. И на своих автомобилях будем передвигаться. Никакого страха нет. Мы определились, наметили и идем этим курсом. Кто хочет с нами в мире жить и уважать нас, мы открыты, и вы тоже. Вот вся экономика и политика. Победим. У нас выхода другого нет. В отличие от геополитического, экономический выход у Беларуси и России есть. По непростому, но верному пути все свое, предприятия двух стран идут уже куда увереннее, чем даже полгода назад. Согласованы и уже в работе 80-14 проектов совместного импортозамещения. С бумаги договоренности перешли в ЦХ и теперь конвертируются во взаимную выгоду. Могилев Химволокно ведет переговоры с Татарстаном по переработке химического сырья. БелАЗ поставит в Россию в этом году рекордное количество техники – 900 машин. Создан на 90% белорусско-российский гибридный карьерный самосвал. Российский КАМАЗ будет оснащен экранами, произведенными на белорусском горизонте. 100 импортозамещающих узлов и агрегатов с начала года создал Амкадор. В бой идут не только промгиганты, но и компании из регионов. Например, на инновационную и импортозамещающую продукцию ставку делают в Орше. Завод приборов автоматического контроля выпускает комплектующие для карьерной техники и занимается металлообработкой. Почти вся продукция – итог промышленной кооперации с БелАЗом. Сейчас на заводе реализуется перспективный инвест-проект получения заготовок методом горячих кольцераскатки для подшипников, фланцев, адаптеров. Но глобальная цель – собственное производство обода колеса карьерных самосвалов. Много поставщиков данного вида продукции в Российскую Федерацию уже не осуществляют эти поставки. И сейчас уже у нас проводятся переговоры по поставкам данного вида продукции в Российскую Федерацию. Плюс под наше действующее производство данная продукция нам также весьма необходима. Инвест-проекты фактически – это высшее доверие нашим производителям. Экономисты объясняют логику. Россия уверена, что деньги, вложенные в белорусское производство, через время принесут выгоды больше, чем если бы они лежали в банке. Белорусы трудоспособные, достигают своей цели и меньше коррупции. С другой стороны, мы находимся в едином союзном государстве. И поэтому, когда говорят, почему вкладывают в Беларусь, предположим, а не в Узбекистан или не в Китай, мы не находимся с ними пока, тем более в Узбекистане, в одном союзе. У них есть средства, у нас есть квалификация, компетенции, и поэтому мы можем реализовать эти проекты. То есть даже, видите, россияне доверяют нам. У нас, благодаря американским экономистам, сложилось представление об экономическом росте, как о чем-то, что обязательно и непрерывно идет, происходит, что это вообще нормально. Но с 2008 года мы находимся в ситуации постоянных шоков, разнообразных. Так вот, экономический рост – это заполнение пустот. Вот у нас чего-то нет. У нас нет, например, достаточного количества подшипников. У нас нет достаточного количества каких-то моторов. Да, это проблема. Но это проблема, которая открывает новые возможности. Следовательно, нам нужны эффективные масштабные структуры для конкуренции. Нужно создавать корпорации. Шаги Беларуси и Россия делают даже в объективно самой сложной, затратной и высокотехнологичной отрасли. Правительство подписали соглашение в сфере микроэлектроники и признания технологических операций. Это нам дает правовые основания для формирования разделения компетенций определенных, определения направлений, по которым мы будем сотрудничать в этой сложной сфере. И позволит более понимаемо формировать не только производственную программу, но и инвестиционную программу нашему интегралу. В части возможного освоения новых видов продукции, в части видения перспектив на ближайшие годы. Для общего развития экономические границы Беларуси и России становятся формальными для работы компаний-соседей. Главное условие – соблюдать правовые правила друг друга. Его на неделе Александр Лукашенко озвучил и корпорации ВЭБ-РФ, которая планирует открыть в Беларуси свое представительство. Вы можете участвовать в реализации намеченных нам проектов, в том числе по импортозамещению, мы окончательно договорились по этим вопросам, в том числе и по ставкам финансирования. Об этом, если есть желание, мы поговорим. И, условно, мы приветствуем ваше более активное участие в работе в Беларуси. Будем всячески поддерживать. Одно условие – чтобы мы работали по правилам определенным, вами определенной в банковской сфере, по законам, которые у нас в Беларуси. Я знаю, банкиры очень аккуратны в этом плане, стараются законы не нарушать. Ну и чтобы банк был, особенно БелВЭБ, что он был бы настоящим белорусским банком. Оценивать результаты взаимных стараний, безусловно, рано. Но общая картина говорит сама за себя. С июня Беларусь вышла на максимальное за последнее десятилетие объемы поставок на российский рынок – порядка 2 миллиардов долларов ежемесячно. Правительство прогнозирует по итогам года рекордный товарооборот – более 45 миллиардов долларов. Ксения Худалий, Виктор Пралич, Дмитрий Мискевич и Олег Черняк для недели на СТВ.